приветствую вас хочу предложить вам задуматься вот над чем представьте себе двух людей художников которым дали две абсолютно одинаковых фотографии например какого-то человека то есть попросили этих двух художников написать портрет некоего человека да в каждому из них одну и ту же фотографию фотографию них одинаковые но эти художники один из них имеет огромный опыт работы с натурой он всю жизнь занимался изучением реальности изображали писал этюды делал наброски в общем разнообразные постановки вот таким образом обретая изобразительный язык а другой художник ничем этим не занимался то есть он никогда не писал ничего с натуры но он прекрасно писал фотографии то есть имея фотографию виде источника информации для своего произведения он прекрасно и и копировал таким образом создавая иллюзию реальности у себя на холсте вот так вот дали одну и ту же фотографию ну или две одинаковых фотографии например чей-то портрет таким художников и они написали эти портреты причем одинакового размера ну и что у нас получается у нас получается два абсолютно одинаковых портрета на первый взгляд потому что тот что писал с натуры всю жизнь он это делал весьма хорошо его изобразительный язык достиг уровня такого что изображая реальность с натуры или пользуясь фотографией результат был ну скажем так максимально реалистичным и получается так что имеем мы вроде бы две одинаковые картины но на самом деле одна из них является произведением искусства а другая нет вот просто вторая искусством не является на первый взгляд может показаться что это какой-то парадокс или что-то в этом духе то есть какая разница две одинаковые картины как может быть одна быть произведениями искусства 2 просто быть ну не быть произведениями ну ладно разберемся со второй понятно наверно многие догадались что-то которая была написана человеком который занимался всю жизнь копированием фотографий не является произведением искусства вопрос почему она точно такая же как тот портрет если совсем коротко объяснить то копия 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 может быть сделано не только с фотографии но например с произведение какого-то великого мастера например этот же человек который скопировал фотографию мог бы сделать копию совершенно потрясающую какого-нибудь великого художника например ямбранда возвращение блудного сына ну я так пример вот и вот сделав эту копию сэмитировал изобразительный язык другого художника в данном случае например как и рембрандт создает копию произведение искусства то есть оригинал это возвращение блудного сына рембрандта а то он и скопировал да то есть это не значит что этот художник который только копировать умеет то есть это не значит что он изобразительный язык такой как рембрандта то есть этот же художник может скопировать картину другого великого художника например репина и серого и еще кого-то да то есть он сделает точно так же но это не будет означать что него изобразительный язык такой как репина и серого еще кого-то кого будет копировать то есть способность копировать это еще не искусства это только одна составляющая искусство потому что искусство это способность изображения поэтому называется изобразительное искусство способность изображения это способность создания создания для способность творить способность создания художественных образов виде изображения поэтому получается так что в данном примере два художника пишут одинаковых портретов несмотря на видимую схожесть это совершенно разная вещь причем специалист профессионал дал даже не нужно объяснять как это таких профессионалов практически не осталось к сожалению но любой профессионал мог бы невооруженным глазом увидеть показать пальцем какая работа является произведением искусства какая нет потому что изучая реальность человек изучает например анатомию пластическую его исполнение то есть характер нанесение краски он имеет свою собственную красоту то есть там просто по тому как все это изображено просто видно владеет человек искусством или нет ли это просто скопированного вот ну и нужно понимать еще что когда ставится такие задачи то есть человек владеющий искусством изображения он может заниматься заниматься в виду разнообразных обстоятельств чем угодно то есть он может воплощать свою идею на холсте например ну и на бумаге да взять холст лист бумаги и какими-нибудь материалами типа угля или красок до изображать то что у него в голове находится причем не глядя не на фотографии не на реальность на что с него достаточно опыта чтобы создавать образы находящиеся в его образе это наивысший пилотаж и причем этот как бы наивысший пилотаж он не имеет предела в достижении совершенства потому что ну как известно предела совершенству нет и наши образы идеи они весьма не конкретно и чтобы изображать их виде конкретных образом нужно иметь колоссальный опыт работы с натурой и постоянно его приумножать и сколько бы мы не помножали и приумножать и все равно то жажда познания есть такая неизлечимая болезнь некоторых обитателей этой планеты она называется жажда познания как жажда познания она не дает просто остановиться и смириться с тем что есть вот поэтому нужно понимать что в примере приведенном с этими двумя художниками я хочу показать что когда ставятся задачи ну минимальная взять фотографии написать портрет то есть с этим справиться даже копировать тот кто копирует то есть он если такому художнику так сказать попросить его не знаю там что-то изобразить по воображению или по памяти он не сделает абсолютно ничего просто вообще ничего вот а другой у него будет полная сход поэтому когда вот такие критерии да то есть фотографии написать портрет ну что это вот то же самое что сравнивать То есть велосипед и сверхзвуковой самолет если им задачу поставить ну не им сами а тем кто им управляет поставить задачу проехать по взлетной полосе например 100 метров причем не на перегонки а просто проехать ну проедете и на самолете про Punch проехать велосипеде и на самокате да одинакова Зачем Зачем создавать сверхзвуковой самолет для того чтобы и ездить на 100 метров взлетной полосе незачем правильно но нужно понимать что сверху лодковой самолет создан для того чтобы преодолевать огромное пространство очень быстро на что велосипедист не способен просто приблизительно такая же разница между двумя этими художниками и их произведениями о которых я сказал вначале вот я надеюсь что вам есть над чем задуматься желаю успехов пока